Вы смотрите отзыв об отеле Арт-Отел Энна Катерина, старое название Элександр. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником R2D2, который был в нем в 2011 году. Проживали в этом отеле с 5 по 8 июля 2011 года, втроем. Бронировали стандартный номер с дополнительной кроватью. Отель расположен на улице Агаса, дом 7. Часть окон выходит на эту улицу, а по ней ходит трамвай и другая часть во двор. Трамвай хоть издает шум, но это совершенно другой шум, можно сказать, звук. Колесные пары не визжат, нет никаких трелей вагона вожатого. И нет всем знакомого шума, тык-тык-тык-тык. У нас окна выходили во двор. Достаточно тихо. Номер вполне просторный. Дополнительная кровать стояла в отдельном закупке. Кровати удобные, подушки тоже вполне нормальные. На полу ковролин. Телевизор был, были и российские каналы. А самое главное, был халявный Wi-Fi с приличной скоростью. Видеообщение по Skype шло без задержек. В ванной комнате все работало, шампунь и гель для душа были. Также там был вентилятор, который начинал работать через пару минут нахождения в ванной. Выключался автоматически сам. Работал он немного шумно. На ресепшене по-русски не говорят. Вполне сносно шприхают на английском. Есть карта города и другие рекламки. Приехав в отель на машине, парковка была полная. Пришлось ставить на паркинг в другом месте. Если для кого-то это актуально, парковку надо бронировать дополнительно бесплатно. Завтраки обычные европейские. На горячее только кофе и кипяток для чая. Остальной набор продуктов в достатке. За стойкой ресепшена можно попить пивка или колы, делают коктейли. До основных достопримечательностей можно доехать на трамвае. Остановка рядом. Ехать минут 15. Вполне приличный отель в тихом месте, но с маленькой парковкой. Рядом с отелем неплохой книжный магазин. Встречаются и наши авторы. Спасибо за внимание. Все свободны. R2D2. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин